Добрый день! Вы смотрите программу «Экономик». С вами Ренат Дашкин. Блокчейн и биткоин – эти слова в 2017 году в тренде. Как в словах экономистов, так и в поиске в интернете, что более важно на устах многих чиновников и государственных представителей. Мы решили не отставать от мира и также в программе обсудить этот новый тренд. Конечно, мы постараемся затронуть экономический аспект, блокчейн и экономика, биткоин и валютная система. К чему может это привести и как будет выглядеть мир в ближайшем будущем? У нас в гостях Сергей Вавилов, сооснователь блокчейн-клуба в Казани. Сергей, приветствую! Приветствую! Мог бы ты сначала немного рассказать о себе, о вашем клубе, чем он занимается, какие основные цели вы преследуете? Во-первых, большое спасибо за приглашение на такое интервью. Спасибо, что пришел. В общем, чем мы занимаемся? Наше сообщество в первую очередь было создано для того, чтобы помочь людям обучиться каким-то основам блокчейн. То есть мы ведем мастер-классы, мы проводим конференции, ну и сотрудничаем со всеми людьми, кто в этой сфере, грубо говоря, крутится. Так как нет никакой инфраструктуры, точнее, она только зарождается, мы пытаемся помочь в ее формировании. Стараемся заниматься больше нетворкингом, общением, ну и связываем людей из разных, скажем, разных ипостасей. А как давно вы начали свою деятельность, на какие этапы можно вообще разделить? Ну, условно, где-то в 2013-2014 году я вообще заинтересовался блокчейном, криптовалютами, спекулировал, да, каюсь немножечко на этой теме. Но вот где-то в 2017 уже начали заниматься непрофессионально. Меня пригласил Максим, начали вместе, получается, открыли офис где-то в мае, начало мая. И вот с начала мая продолжаем свою деятельность. — Давай тогда постепенно начнем вникать в эту тему. Вот блокчейн-технология, что она из себя представляет, что это вообще такое для людей многих? Потому что многие слышат, понять до конца не могут. А основные характеристики и на чем она основана вообще? — На самом деле в интернете очень много определений этой технологии. И все, скажем, достаточно сложные и не очень понятные. Если вкратце, то это некая технология, которая подразумевает хранение набора данных, распределенное хранение набора данных. На нескольких источниках. То есть если мы говорим о централизованных системах, все данные хранятся лишь, скажем, на одном сервере. То есть если говорим о блокчейне, то на нескольких. Причем информация зашифрована, и к ней достаточно можно быстро получить доступ. Это основные преимущества. — А помимо того, что система децентрализована, какие еще преимущества, что вот это так большой интерес к этому привлекает? — Скажем, рынок блокчейна, точнее криптовалют, скажем, он очень молод. Можно сказать, это дикий запад, многие его называют. Кто-то называет 90-ми. И из-за этого очень много спекуляций можно на нем проводить. Соответственно, это и привлекает. От этого хайп. — А многие с интернетом сравнивают. Почему? То есть это как-то похоже? — Есть определенная корреляция. Говорят о сравнении с рынком, когда еще был бум доткомов. То есть говорят, что вот сейчас то же самое произойдет, и потом биткоин, как говорится, рухнет. Но есть определенные схожие, скажем, вещи. Но я не считаю, что это прям то же самое, что доткомы. По той причине, что у этого есть очень хорошие перспективы. — Вот про перспективы, где может применяться блокчейн-технологии, в каких сферах вообще мы можем найти? — На самом деле, еще небольшую ремарочку введу. Блокчейн — это не универсальный ответ на все. Это не технология каких-то супервычислений. Это всего лишь технология, которая нужна лишь для определенных узкоспециализированных вещей. Мы берем разные области сферы жизнедеятельности и в нее внедряем. Скажем, банкинг. То есть транзакции сейчас проходят достаточно долго. А если мы говорим о международных переводах, там сутки-двое идут, причем комиссии безумные. Если мы переводим в биткоинах, соответственно, комиссии минимальные, скорость высокая, ну, что не может не радовать. Также менеджмент, то есть зарплаты аппарату управления. Ну, сфер на самом деле очень много. Каждую можно разбирать и о каждой можно говорить. Ну, то есть если представить картину будущего, кардинальных каких-то изменений, наверное, не последует. Просто более эффективно, более технологичным будут процессы в мире происходить. Ну, если говорить о недалеком или отдаленном будущем, скорее. Ну, давай о недалеком и отдаленном поговорим. Ну, давайте, если недалекое будущее, сейчас, немножечко вперед забегая, есть такая тема, как ICO. То есть initial coin offering – это привычное размещение монет. Если правильно говорить, то скорее токенов. Человек хочет собрать деньги на свой проект и размещает, условно говоря, такие токены. Но это как акции в кавычках. Почему в кавычках? Потому что все-таки это юридически никак не обусловлено, ну, не обоснованно. Собственно, деньги собираются, и человек выходит на рынок, начинает презентовать свои услуги, инвесторы получают какие-то прибыли. Исходя из этого, в ближайшем будущем будет бум ICO-проектов. Связан он будет с тем, что все это дело конкретно легализуют не только в мире, но и в частности в России. Собственно, токенизация – это то, что будет в ближайшем будущем. Далее я думаю, что все-таки в ближайшем будущем стоит ориентироваться на изменения именно в банкинге, потому что такие банки, как Сбербанк, Акбарсбанк, Внешэкономбанк активно внедряют блокчейн-технологию в свои проекты, о чем неоднократно было сказано, вот недавно у нас конференция была, но внефть России. И я думаю, что выборы, то есть такая сфера, в которую можно очень хорошо внедрить, если говорим о ближайшем будущем. Если о далеком, конечно же, исчезнут из, скажем, вообще из обихода такие профессии, как, скажем, связанные с тем, чтобы подтверждать какие-либо сделки. То есть это однозначно. Посредники многие просто в принципе исчезнут. И что, конечно же, с точки зрения этики может быть плохо, потому что люди потеряют какие-то свои должности, но тем не менее без этого прогресса не избежать. А вот если про банки говорить, можно ли сказать, что с блокчейном вообще банк как посредник исчезнет из взаимодействия человека и финанса? То есть банк уже не нужен будет вообще? Ну, на самом деле вопрос дискуссионный. Тот факт, что банки с этим работают, уже говорит о том, что они не собираются никуда исчезать. То есть они активно это внедряют, и банк в нынешнем понимании, какой он сейчас есть, он просто перерастет в нечто большее, эволюционирует. Я бы так сказал. Хорошо, вот ты правильно отметил про профессии. То есть я тоже находил информацию, что бухгалтер, там, счетовод и тому прочие такие профессии, которые не требуют каких-то умственных способностей, а больше заточены на какой-то определенный алгоритм, будут исчезать. Вот если говорить о государстве, вот, да, ты говорил, что ты был на конференции «Новая нефть России», да. Какое там было отношение к блокчейне со стороны государства? Потому что вот у нас многие экономисты говорят о том, что, возможно, это вообще какая-то система, которая позволит нас отвязать от доллара, какую-то внешнюю зависимость уберет. Вот какие настроения были на конференции? Ну, скажем, начнем с того, что эту конференцию помимо нас организовывали, точнее, главные организаторы все-таки были агентства инвесторазвития Татарстана. То есть фактически эта конференция была от государства, до страны государства. Поэтому повышенное внимание все-таки к этой сфере у них есть, у нашего государства, что не может не радовать. Соответственно, относительно законопроектов, можно сказать, что к концу года уже будет какой-то готовый законопроект относительно того, как назвать криптовалюты в принципе. Да, то есть внимание есть повышенное. Относительно конференции, ну, положительное, безусловно, отношение. То есть хакатон был, где программистов со всей России собирали, и они представляли свои решения относительно разработок. Ну, в принципе, да. Еще с ПМФ можно было заметить, что глава государства сам заинтересовался этой темой. Криптовалюты – это как бы следствие из блокчейн-технологий. Самое главное, на что сейчас обращают внимание. Вот что из себя представляет биткоин, самая популярная криптовалюта на данный момент? Чем она знаменита? Что подразумевает по всему? Ну, биткоин, условно, его многие называют так называемым цифровым золотом. Объясню, почему. Это первая криптовалюта, которая, в принципе, появилась. Была она создана в конце 2008-го, начало 2009-го, вот так где-то. И ее главная особенность, помимо того, что она первая, в том, что у нее огромная капитализация, в нее верят очень много людей, то есть она основана на доверии. Но еще и то, что ее эмиссия ограничена. То есть она не выпускается государством. По сути, она выпускается, исходя из решения алгоритмов майнерами. И исходя из этого, она постоянно растет. То есть есть спрос. Из каждой определенной промежуток времени биткоинов все меньше добывается, ее эмиссия ограничена. То есть нельзя ее печатать бесконечно, как станок, скажем, какой-то долларов. А что будет, когда все биткоины будут добыты или как вообще произойдет? На самом деле дата ориентировочная еще очень нескоро, то есть сотые года какие-то. Поэтому не стоит переживать на эту тему. К тому году, я считаю, что будет либо создана какая-то другая криптовалюта более удобная, либо уже консолидируются уже существующие, нечто более технологичное, более новое. Просто на данный момент, на данный отрезок времени, условно, 5 лет возьмем, а биткоин все-таки будет расти, будет набирать популярность, потому что золотом его можно назвать условно-цифровым. Но вот 5 лет все равно какая-то цифра не больно долгосрочна, как бы если на будущее заглядывать. То есть полноценно он может вообще заменить там валюту, в каком виде она сейчас есть? Биткоин ни в коем случае нет. То есть это скорее актив для, спекулятивный актив, который позволяет, скажем, поднять какие-то деньги на бирже. Но как средство именно обмена он сейчас не особо удобен. У него медленная скорость транзакций, у него высокая комиссия. Эти проблемы решаются, решаются технологически определенным образом, но никто не мешает пользоваться другими криптовалютами. То есть есть очень много альтернативных. Вот Ethereum, по-моему, вторая по популярности. Чем она отличается от биткоина? Ну, основное ее отличие, в принципе, что Ethereum — это и платформа, и криптовалюта одновременно. То есть те самые ICO, о которых я говорил, проекты, они базируются в основном на проекте Ethereum. То есть как платформа для создания проектов. Ну и также как валюта отдельно. Собственно, вот этим она и характеризуется. А вот вообще, если говорить про стадии развития, вот крипторынок сейчас на какой стадии потом? На заражающийся, либо уже на той, которую он может всю свою функцию выполнять? Ну, есть такая замечательная диаграмма Гартнера, которая говорит о том, на какой стадии, в принципе, стоят разные проекты. Там есть определенные стадии. И по этой диаграмме условно есть пик ожиданий, так называемый, когда технология не может обеспечить запросов тех людей, кто, собственно, к ней обращается. Вот я считаю, что блокчейн сейчас, в принципе, подходит к этому пику постепенно уже почти. То есть скоро будет именно то чувство у всех людей, что все-таки блокчейн – это не что-то невероятно универсальное, и будет небольшой спад. Относительно пяти лет, кстати, отвечу, то, что это очень условная цифра, то есть оценки очень приблизительные. Это лично мое мнение. Хорошо. А вот лично твое мнение касательно высказываний многих экономистов о том, что биткоин, вообще вот этот рынок – это пузырь, как бы, и нет у него будущего. Как ты к этому относишься? Рэй Далио, представитель JP Morgan, крупнейшего банка в Америке. Ну, относительно представителей JP Morgan, хочу сказать, что представители торгуют сами на криптовалютном рынке. Тоже слышал. Да. Ну, возможно, это, конечно, тоже вопрос дискуссионный. Тем не менее, ну, можно условно, конечно, назвать биткоин пузырем. Его главная проблема и одновременно плюс и минус – это его волатильность. То есть он может упасть там на 20-30% в день, может подняться на 40% за день. Именно благодаря этому трейдеры и зарабатывают свои деньги. Но пузырь – это не то понятие, с которым я бы ассоциировал биткоин. Хорошо. Вот ты говорил о том, что он больше всего используется для спекуляции, для какого-то заработка. Как вообще это происходит? Если я решил купить биткоин, куда я должен идти, куда деньги вкладывать, и как вообще технически торговать? Есть в Телеграме, да, боты, обменники, есть сайты биржи, есть определенные сайты, где обменивают. То есть вот мы тоже занимаемся обменом. Ну, скажем, везде разный процент. Нужно исходить из критериев, во-первых, доверия к тому, где вы покупаете место, и процента. А есть вот какие-то определенные биржи? Определенные, да, безусловно. Bitfinex, Bittrex, такие самые, по моему мнению, самые такие, которым можно доверять, самые популярные. Они регулируются чем-то? Они, наверное, за рубежом, да, во-первых? Да. Зарегистрируются в США как-то регулируются вообще биткоин-сферы или нет? В США с этим, скажем, есть определенные нюансы. Если говорить об ICO, то его приравняли к IPO. То есть initial public. В Соединенных Штатах? Да, в Соединенных Штатах. Уже приравняли. То есть вам обязательно нужно проходить тот же этап проверки документов. Это очень тяжело, да. Если говорим о других странах, там в Японии признали как платежные средства. По-моему, в Японии даже вместе с банковским счетом открывают параллельный счет в биткоинах, и можно даже переводить в самом банке все это. То есть Япония наиболее продвинутая в этом плане? Я бы сказал, да, на самом деле. Но сами японцы не считают себя настолько продвинутыми, насколько я понимаю. То есть для них это норма, да. А про Россию, если говорить, у нас пока ничего нет. Вот проект готовится только. Да, вот потом перейдем к ICO и к России. Вопрос касательно того, вот у меня иногда ощущение возникает того, что я пропускаю тренд и как-то в нем не участвую. Вот какие-то риски того, что я сейчас не обращу свое внимание на биткоин есть, либо вот я могу спокойно пропустить, посмотреть, как эта система будет развиваться дальше и уже потом как-то себя найти в ней. На самом деле, вот сколько мы не вели мастер-классов и сколько мы не проводили конференций, а всегда... Вот большинство людей, которые приходят, они как раз-таки с этим вопросом приходят. То есть как не пропустить тренд? Ну, ничего страшного вы не потеряете, но тем не менее вы можете упустить возможность заработать на этом. Но входя в этот рынок, безусловно, нельзя сразу брать все деньги и закупаться, как говорят трейдеры, на всю котлету, то есть на все деньги. По той причине, что это очень высокорисковый актив. Стоит каким-то курсам обучиться, то есть мы курсы ведем так же. Возможно, у нас, возможно, где-то еще, прочитать статьи, хотя бы месяцок этой теме уделить и только потом в эту тему постепенно вливаться какими-то маленькими суммами. Потому что если вы условно купите на свои кровные последние заработанные деньги, еще возьмете кредит 4 тысячи долларов биткоин, а он упадет до 3 тысяч за этот же день, вы сразу схватитесь за голову, и это будет очень печально. Поэтому стоит думать несколько раз, прежде чем вкладываться. Хорошо. Очень интересная тема. Если переходить вот к ICO, то, во-первых, ты уже говорил, что это привлечение денежных средств под какие-то стартапы. А компании, которые больше всего этим пользуются, что они себе представляют? Это венчурный рынок? Сейчас история такая, что этим может заниматься вообще абсолютно каждый. И просто те люди, кто наиболее, скажем, подкован в плане программирования, а больше, наверное, маркетинга. То есть именно в рекламе. Потому что 80% бюджета в среднем в ICO отдается на рекламу. Именно те люди в основном имеют успех в продаже своих токенов. Поэтому те люди, у которых есть действительная работа, еще хорошая технология на блокчейне, то есть их бизнес именно связан с блокчейном очень хорошо. И плюс есть хорошая маркетинговая компания. Вот именно те люди, они в основном и могут. Но если мы говорим о чем-то масштабном, о, как вы говорите, о венчурной истории, то все-таки пока на ICO не особо выходит, потому что причинить, что им это не особо нужно. Но время идет, это все регулируется государством, рано или поздно регулируется, тогда вот начнется бум, тот самый, о котором я говорил. Вот если сравнивать с IPO, опять-таки на IPO, если я инвестор, я прихожу, я покупаю акции компании. То есть они дают мне право там голосовать, право на имущество, на дивиденды и тому прочее. Если здесь я приобретаю токены, как я понял, если я инвестор, то что они себе представляют, что под собой они несут? Ну, токен условно можно назвать неким правом пользования продуктами компаний, которые выйдут в будущем. Что вы получите? Либо их криптовалюта выйдет на биржу, либо они вам отдают какой-то товар, либо какую-то услугу, ну, либо, что есть, какое-то дисковое пространство, может, да, как вот история сторж, есть ICO. То есть что-то они вам обещают за это. Проблема лишь в том, что это, опять, как я уже говорил неоднократно, не регулируется, и разработчики, те, кто собирает деньги, вот все эти ребята, они, по сути, могут взять ваши деньги и, ну, испариться. Это самое печальное, что есть в ICO. Но по оценкам, скажем, разных агентств, средняя доходность годовая по ICO 35 тысяч процентов. Сумма эта действительно внушительная, то есть это средняя, ну, напомню, не максимальная, не минимальная. И именно поэтому туда все идут, именно поэтому эта история собирается только хайп. А вот чем обусловлено разнообразие вот разных валют, потому что есть же биткоин, эфириум, там, ну, очень много коинов, то есть они по-разному называются. Для чего? Ну, скажем, есть проекты, которые представляют что-то новое действительно, что-то полезное, как Monero, Zcash, скажем, дают анонимность. Если мы говорим о лайткоине, у них есть специальная Lightning Network, то есть они работают быстрее биткоина в несколько раз. Есть Dash, есть прочие криптовалюты, они дают, скажем, некие технологические преимущества. Но есть также криптовалюты, которые, ну, Путин коин, скажем, Навальный коин есть так называемый, которые просто поднимаются на хайпе. Их делают просто, чтобы собрать денег. Понятно. Но ты много раз затрагивал вопрос о регулировании. Что конкретно нужно регулировать? Какую базу законодательно обеспечить, чтобы этот процесс развития ICO и вообще биткоины как валюты продолжался? Сразу оговорюсь, что я не юрист в этой сфере, не специалист, но, тем не менее, по высказыванию нашей любимого спикера нашего, Элины Сидоренко, как вы знаете, это член рабочей группы по оценкам рисков криптовалюты Госдумы РФ. В общем, основной тезис такой, что криптовалюты нужно как-то назвать. То есть, что это? Товар, услуга, актив, денежная единица какая-то. То есть, и уже от этого продолжать дальше эту историю. Скажем, ну, сейчас последняя новость, которая была буквально вчера, это то, что блокчейн и криптовалюты в России собираются назвать по-другому. То есть, тезис, ну, не будет не блокчейн, а, скажем, какое-то другое слово. И вполне возможно, что так и будет, в конце концов, в законопроекте. Ну, и по срокам, по-моему, они уже ориентируются на октябрь и ближе к концу этого года. Да, ну, скажем, конец года, я думаю, уже точно должен быть законопроект, потому что, ну, уже иначе эта история не может дальше тянуться. Все об этом говорят. Хорошо. Что ж, Сергей, большое спасибо за ответы, за очень содержательную беседу. Благодарю тебя, что пришел к нам в студию. На этом мы с вами прощаемся. Смотрите нас через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова